МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Городская среда». С вами Тимур Туманов. Три предыдущих моих выпуска были посвящены культуре, и мы решили немного разнообразить. Сегодня поговорим с Дмитрием Бакалдином о спорте как о культуре. Да, кстати, Дмитрий Бакалдин – начальник управления спорта и туризма Альметьевского района. Мы прояснили контекст. Здравствуйте, Дмитрий, мое почтение. У вас не так давно стартовал фестиваль ГТО для старшеклассников. Почему именно для старшеклассников? Ну, здесь решение очень простое, потому что для старшеклассников самым важным является выполнение нормативов ГТО, так как они самое мотивированное у нас население, потому что при поступлении в учебное заведение по окончании школы дополнительные баллы дают золотые знаки ГТО. Соответственно, именно их физическая готовность сейчас позволит какие-то дополнительные баллы получить, и поэтому они очень стараются, нас прям просят организовывать, проводить. А почему именно сейчас? Потому что легкоатлетические дисциплины, которые мы принимаем на стадионе, их именно сейчас удобно, пока еще позволяет погода. И с учетом того, что знаки довольно долго, сам процесс происходит, во-первых, загрузки в систему, затем присвоение этих знаков и их получение, примерно в полгода все это укладывается. И для того, чтобы они к поступлению уже имели на руках свои знаки и удостоверения, мы поэтому начинаем именно с сентября, практически ежегодно данное мероприятие. И заканчивается это все зимой, лыжными забегами? Ну да, примерно по графику у нас так и располагается, что вот в сентябре легкоатлетические дисциплины, потом октябрь, ноябрь, когда погода портится уже в залах, которые нормативы возможно принять, там подтягивания, отжимания, плавания в бассейнах. И в декабре, когда снег ложится, мы принимаем лыжи, и тем самым закольцовывая как раз весь комплекс, который такой всеобъемлющий и позволяет. Еще один из очень интересных видов активности, который для горожан предусмотрен, это игра «Спорт-дозор». И один из ее элементов – это как раз сдача нормативов ГТО. Как вообще она появилась, вот эта задумка, ну и, собственно говоря, как ее реализовали? Ну, без лишних каких-то там гордостей и прочего, идея возникла в моей голове. Вот, возникла она таким образом, точнее, даже цель и идея, она именно направлена на то, чтобы популяризировать комплекс ГТО. Здесь, наверное, я немножко отступлю. Все-таки, если мы говорили про мотивацию школьников, именно дополнительные баллы при поступлении, то как раз для работающего населения вот, мотивации выполнять нормативы ГТО меньше. Вот, по сути, просто узнать свою физическую готовность, потому что комплекс ГТО, он как раз основан на базовых таких физических упражнениях, которые, в принципе, каждый человек в той или иной мере должен выполнять. И, соответственно, знаки золотой, серебряный, бронзовый, они как раз дают эту оценку. Но для того, чтобы жители больше знали о комплексе ГТО и к нему меняли свои отношения, вот, как раз постоянно в голове какие-то вот идеи генерируются. И одна из этих идей, вот, как раз игра спортивно-интеллектуальная, спорт-дозор, которая в себе сочетает как квесты, где нужно немножко шевелить мозгами, так и спортивную составляющую, все передвижение на велосипеде по городу, что благодаря велосипедным дорожкам в городе очень удобно в Альметьевске. И задания на тех точках, когда они прибывают, как раз связаны с выполнением нормативы ГТО, либо на какие-то команды образования, что, в принципе, очень положительный отклик от всех участников мы получили. И видим, что это востребовано, это интересно. И вот мы будем продолжать. Игра в целом веселая, как-то этот командный дух тоже укрепляет. Она как раз вот буквально полторы недели назад мы проводили как раз спорт-дозор команда, когда уже команда состоялась в пяти человек. Вот, это еще больше зашло всем участникам, потому что там помимо, ну, того, что нужно что-то выполнять, еще это все делать в команде. И тут уже накладывается именно умение коммуницировать, умение работать в команде. И мы видели, что кому-то это помогло, кому-то, наоборот, осложнило жизнь, но все получили удовольствие, невероятно, тем более с погодой нам повезло. Если первый раз мы при проливном дожде все это проводили, то в этот раз, наоборот, такая солнечно-сентябрьская погода была, бабье лето. Это было очень здорово. И сразу буквально вот на фоне вот этого мероприятия у нас обратилась вот сейчас компания «Татбурнефть», которая хочет для своих сотрудников провести спорт-дозор. Вот, примерно тот же формат, просто там сами команды будут немножко в меньшем количестве, то есть на три человека рассчитаны. Но видим, что это востребовано, это интересно. И вообще, наверное, отличает тенденция времени, когда не просто спорт интересен людям, а когда он в какой-то такой упаковке, вместе с шоу, игры, да, упакован. И тогда получается, что люди проявляются по-новому. И они могут здесь уже и соцсети использовать, и какие-то вот именно изюминка находить в самом процессе. Я помню, на первом фестивале была такая, ну, как сказать, опция, возможность получить дополнительные баллы, если сфотографироваться с гаишником. Да, да. Гаишник вполне имелся в виду конкретный, но можно было... Сейчас надо прочувствовать разницу. Гаишник понимался вполне конкретный, но можно было сделать фото и с экипажем ДПС. Что это был за гаишник? В парке нашем городском, рядом с одним аттракционом, как раз стоит такое в ретро-форме скульптура какого-то то ли животного, то ли человека. Но в данном случае не суть важна, а именно, что он в форме именно сотрудника ГАИ. И мы подразумевали, что если кто-то будет мимо него проезжать и своим воображением поймет, что именно где-то его мы подразумевали, сделать селфи с ним. Но в принципе, как показала, опять же, игра и куча различных фотографий, которые в соцсетях они выкладывали, в своих сторис, что они креативно, участники подошли. Кто-то прям экипаж уговорил сфотографироваться, кто-то другие пути нашел, кто-то просто на фоне здания ГИБДД сфотографировался. Кому-то это засчиталось, кому-то не засчиталось. Но не в этом суть. Главное, мы создали именно такое направление для их креативного мышления. Что, в принципе, если опять же переносимся в игру, которую совсем недавно провели, там у них было сфотографироваться Суперменом. Понимание Супермена каждая команда для себя нашла сама. Ну, допускалась вольная трактовка. Конечно, конечно. То есть кто-то сфотографировался с памятником, кто-то посчитал, что как раз сотрудник полиции является Суперменом. Победила в итоге команда, которая в Балаган Приколов съездила, нашла там настоящего Супермена и с ним сфотографировалась. Ну, то есть это интересно. Это добавляет удовольствие. Ну, вот, кстати, концепция спортдозора, она вписывается, точнее, наоборот, игра спортдозор вписывается в концепцию доступного спорта, потому что, получая обратную связь от зрителей, от подписчиков в социальных сетях, ну, как-то возникает вопрос, что спорт стал у нас менее доступный для широкого, широких слоев населения и как-то все больше ушел в коммерческое направление. Я про фитнес-клубы, фитнес-центры, а вот как раньше, потому что все вспоминают площадки спортивные у своих домов. И они, кстати, в этом году начали снова появляться. Ну, здесь, наверное, я так скажу, что это просто, наверное, мышление людей определенное, да, что вот у меня во дворе нет, и поэтому этого нет. На самом деле, на мой взгляд, наоборот, сейчас физическая культура и спорт, они более стали доступны, потому что только с 2013 года, когда стала действовать республиканская программа по строительству университет спортивных площадок по республике, вот, в нашем районе почти 40 площадок построено. Это и в селах, и в городе, в городской черте, то есть на дворовых площадках, что, в принципе, показывает, насколько он доступен. Они открыты круглосуточно. Единственное, что, опять же, возникают определенные сложности какие, что молодежь играет, стучат мячами, шумят, спорт подразвивает эмоции, крики, что не особо нравится людям, например, пожилого возраста. Вот. И возникают такие определенные где-то конфликтные ситуации, но, к сожалению, это, наверное, такая сопутствующая часть вот этой активной жизни. Тот же стадион, на нем практически все время, если не считать зимы, кипит жизнь. Любители бега, различные спортивные направления, там собираются проводить какие-то мероприятия, там же универсальная спортивная площадка открыта постоянно. В этом году по программе национальных проектов «Спорт. Норма жизни» обновилось у нас поле искусственное, то есть мы сейчас имеем такое покрытие, на котором можно европейского уровня проводить соревнования. Ну, это как раз говорит о том, как много работы проводится для того, чтобы спорт и физическая культура были доступны населению. Другой вопрос, насколько жители и население готовы сами выйти за эту черту, чтобы не просто, вот я из подъезда вышел, и мне нужна площадка здесь, а где-то куда-то пройтись, ну, из зоны комфорта определенной, преодолевать ее к занятиям, приобщаться. Я думаю, это такой встречный процесс. Ну да, конечно. Поэтому мы-то всегда открыты к сотрудничеству. Этот вопрос я задать не успеваю, и задам я его только после короткого рекламного блока. Оставайтесь с нами. Надеюсь, перерыв был короткий, и к вопросу, который я не успел задать. Немного о доступном спорте и недовольных граждан. Альметьевск уже который год принимает соревнования по триатлону различного уровня. Это и Кубок России, это и соревнования в рамках Кубка Тиммермен. И как бы кому ни хотелось бы, дороги городские перекрываются. И вот касательно надо выйти как-то за грань, относиться с пониманием, люди не понимают. Ну, вот серьезно, без этого никак не обойтись? Ну, это как раз вопрос одного из подписчиков. Ну, здесь стоит отметить, во-первых, мы ежегодно растем в этом отношении по уровню мероприятий. То есть, если изначально проводились только любительские соревнования, то последние два года в Альметьевске проходит чемпионат России. В прошлом году и первенство России было. И это, по сути, самый высший уровень соревнований в стране, куда приезжают именно сильнейшие спортсмены. И для города, для его имиджа, это, конечно, очень серьезный шаг. Прямо мы заявляем о себе, как о городе, где триатлон развивается. Что, опять же, благодаря той работе, которую проводит руководство города, и это не просто слова, потому что сейчас при спортивном комплексе семи раз школа триатлона для детишек начинала работу, отделение триатлона открылось при спортивной школе. То есть, те шаги, которые как раз ведут для развития этого вида спорта, которые, кстати, входят в олимпийскую программу, они ведутся. Что касается перекрытия улиц, здесь, безусловно, оно добавляет неудобства жителям, но стоит отметить, например, что в истории таких мероприятий оно всегда присутствует. И здесь, когда я также читаю комментарии и вижу, когда люди говорят, зачем на территории города, вон, выносите за пределы, Майдан и прочее, здесь как раз-то и часть работы по популяризации, популяризация, она и включает то, что мероприятие проходит именно в черте города. Здесь можно взять, например, знаменитый бостонский марафон, который имеет уже более столетнюю историю, и там это мероприятие, оно, в принципе, захватывает весь город, причем в прямом смысле, когда различные бары, заведения работают, прямо на это мероприятие идут прямые эфиры, завязана вся туристическая вот эта инфраструктура именно на этом мероприятии в эти дни, куда съезжают со всего мира люди, и жители, наоборот, от этого получают удовольствие от того, что все это происходит, ну и соответствующая коммерция там развивается в этом направлении, без этого никуда. В нашем же случае мы еще только на начале этого пути, даже десятилетней еще истории нет проведения данных мероприятий, и, наверное, когда-то мы придем к тому, что про альмейский полумарафон или альмейский триатлон будут говорить, что о, это же здорово, там туда приезжают те или иные спортсмены. У нас были именитые спортсмены. Были именитые, но сами жители пока относятся к этому мероприятию как к чему-то навязанному, к их жизни не имеющей отношения. И, наверное, когда как раз мы придем к тому общему пониманию, что это необходимо нашим детям, развитию города и вообще такие мероприятия, их проведения, мы, наверное, и придем к тому, что люди перестанут возмущаться и заперекрыть. Тем более, по сути, в течение года это три или четыре раза происходит именно по причине спортивных мероприятий. И, наверное, ну, можно где-то перетерпеть. Я тоже так думаю, что один, ну, раз хотя бы или три раза в году тоже можно чуть-чуть перетерпеть. Кстати, об олимпийских видах спорта. У нас в городе есть школа олимпийского резерва. У меня все время возникал вопрос. У нас, у нашего города и района есть какие-то, как это сказать-то правильно, олимпийские амбиции? Ну, здесь стоит, опять же, к определению сначала перейти, что статус школы олимпийского резерва получает в том случае, если в школе развивается одно или более отделение, имеющее статус олимпийского. В данном случае, если брать нашу олимпийскую школу, то там два таких отделения, это греко-римская борьба и отделение плавания. Причем, отделение плавания буквально, наверное, чуть более года, как получило этот статус. Этот статус дается только в том случае, если результаты, причем не единожды, а прямо уже системно, они именно того уровня, когда готовятся спортсмены для участия в самых высших соревнованиях, уровня соревнований, то есть чемпионате первенства России. И в этом отношении наша школа олимпийского резерва, она очень сильна, даже буквально если есть свежую, на этих выходных наша команда, сборная района по греко-римской борьбе, просто, ну, если говорить сленгом, спортивно, вынесла всю республику, как по юношам, так и по взрослым, забрав оба кубка абсолютных чемпионов по республике. То есть, это говорит о том, что на данный момент, на сегодняшний день, наша школа альметьевской греко-римской борьбы, она сильнейшая в республике. Плюс, мы практически, почти каждый сезон, даем воспитанников, которые выступают на уровне России, в прошлом году стал призером чемпионата, точнее, не чемпионата, а первенства Европы, тоже наш борец, Ильяс. То есть, это говорит о том, что реально наши амбиции высокие. Тоже касается и плавания. Валя Ахметов Эдуард, участник чемпионата Европы, вот, он получил, вот ему присвоен звание мастер спорта международного класса, а это уже на уровне спорта, то есть, очень серьезные достижения. Это, ну, прям реально показывает, какая огромная работа проводится. Здесь, конечно, стоит отметить большой вклад в федерации плавания, которую возглавляет Магабеков Реонард Ординандович, очень помогает, так нефть помогает. В совокупности, открытие спортивного комплекса Мираз с 50-метровым бассейном позволило улучшить условия тренировок. То есть, теперь уже в меньшей степени есть востребованность спортсменов выезжать куда-то на сборы. Кстати, пропросить, что перебью, по-моему, Эдуард подготовился к вот этим соревнованиям, к которому он подготовился еще в бассейне с 25-метровыми дорожками, если мне память не изменит. С 25-метровыми, но в любом случае именно Мираз и те возможности, которые сейчас есть, они позволяют ежегодно повышать результаты. То есть, сейчас именно плавание нам дает мастеров спорта, наших ребят, КМСов большое количество. Та работа тренерского состава, которая проводится в Лехмеде Светлана Решатмана как старший тренер, они показывают, что плавание есть у нас не просто на бумаге, опять же, а именно проводится огромная работа. И наши амбиции, они, да, они имеют под собой основание стремиться к олимпийскому золоту. Другой вопрос, что в спорте без удачи тоже никак. Вот, как форма сложится, как соперники выступят, здесь есть такое, но и без амбиции тоже развитие явно не получится. Ну, кстати говоря, бытует такое мнение, что, если, например, есть какое-то министерство, ведомство, скажем, экономики, министерство экономики, его должен возглавлять экономист. Вот, есть у нас ведомство управления, спорта и туризма. Его возглавляет спортсмен? Ну, по сути, да, то есть, вся моя суть – это спорт, вся моя жизнь – это спорт. Другой вопрос, что даже мы иногда с нашими именитыми тренерами на этом немножко спорим, на этой теме, потому что где-то они считают, раз я не занимался профессиональным спортом, то есть, не прошел определенную ступенью, вот, то я в чем-то, может быть, там не разбираюсь. Но здесь, я как скажу, показательно, что будущее, когда мне было 7 лет, я на карманные деньги уже покупал спортивные газеты, знал наизусть все чемпионаты и прочее, и поэтому спорт – это, ну, реально моя жизнь. Со спортом связано все мое становление, я практически играл во все виды спорт, какие были только в школе, вот, и поэтому, так скажем, знаю его и изнутри, вот, что касается, если сегодняшнего дня в плане занятий и какого-то, опять же, увлечения каким-то видом или направлением, то здесь, так как я по всей своей сущности игровик, вот, все, что связано с мечами, с валанами или еще чем-то, для меня всегда интересно, и я порой даже мимо детишек не могу пройти, когда они играют, даже будучи в хорошей одежде, там, которые не предусматривают спортивные занятия, я не удержусь, обязательно пину мячик, там, или что-то сделаю, вот, но в основе своей сейчас я больше увлечен бадминтоном, тем более, мы, как люди, относящиеся к муниципальным служащим, еще участвуем в спартакиаде республиканской, где нам приходится тоже какие-то виды спорта закрывать, и вот бадминтон, это, наверное, последнее мое увлечение, потому что, ну, вправду, в детстве его не было, и это было какое-то понимание такого пляжного вида, где валан гоняется туда-сюда. Ну, на лужайке перед, собственно, да. А сейчас, когда я этот вид спорта раскрыл уже для себя по-другому, что это тоже олимпийский вид спорта, где такие нагрузки, что ты просто выползаешь потом после тренировки из зала, вот, это очень интересно. Ни для кого не секрет, что даже кто-то за пределами республики называет Татарстан хоккейной республикой, хоккейным регионом, что у нас очень много хоккея. А что делается для других видов спорта? Например, для того же самого футбола? Ну, хоккей, наверное, почему он считается номер один в республике? Просто потому, что реально у нас сильнейшая команда и в хоккее представлены, что Акбарс и более распиарена такая команда, которую знают по всей стране, многократные чемпионы, это Казани, и у нас нефтяник, то есть многолетние традиции сложные на валение за хоккейный нефтяник. Но, опять же, я бы не сказал, что другие виды спорта как-то обделены. Тот же самый футбол, спортивная школа ежегодно в ней занимается 700 детишек, то есть все равно имеются отличные условия. Тот же самый и другие виды спорта, более 50 их в районе развивается, и как я говорил, греко-римская борьба плавания, это все то, что мы имеем своих героев, имеем большие достижения, и они также ведут свое развитие в нужном направлении, акробатика, гимнастика, то есть, ну, все это есть. Другой вопрос, что хоккей, он более, так скажем, на виду, и поэтому так получается, что хоккей номер один, мы его очень любим, смотрим, болеем. И мы тоже. Спасибо, Дмитрий, что пришли, спасибо, что уделили нам время. Это была городская среда, с вами был Тимур Туманов, до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова